так сегодня началась лекция 5 посвящена именно такой больше алгоритмической части связанная с реализацией каких-то задач и на собственном а при дьюсе будет много так будет много псевдо кода и мало картинок ну я думаю никто особо не расстроится зачем в общем так отдельная лекция ну просто потому что сам подход вернее сама диалоги мы придется она так несколько может быть не стандартно и не часто там применяется в каждодневном программировании поэтому какие-то вещи опять же которые можно сделать по-своему работая там на одной машине используемо придется делается несколько по-другому тем самым позволяет достичь лучшей масштабируемости опять же все это актуально когда данных много и когда они не умещаются у нас там либо в памяти либо на одном компьютере поэтому поговорим об этом как бы отдельно вот для начала обычно стандартный наш хороший пример от которого начнем если кто-то ну я думаю все помнят повторюсь что есть большая коллекция документов мы хотим посчитать количество слов или каких-то термов в нем вот собственно пример называется word count подсчет слов и в итоге мы хотим на выходе для каждого слова получить количество термов где сколько раз это слово встречалось во всех документах собственно задача простая но она часто где используется именно какой такой основной базисный алгоритм в более сложных в общем-то в цепочках обработки там либо текстовых данных либо еще каких-то соответственно не только дам можно суммировать количество вхождений можно применять какую-то другую функцию агрегации либо в общем на ваше усмотрение вот и такой наверное самый может быть пример из жизни это когда есть какой-то файл лога у нас там от веб-сервера либо счет какого-то сервера где содержится действие пользователей вот соответственно мы хотим этот блок проанализировать например посчитать для начнем тут даже не из не использователями но не суть например мы хотим посчитать для каждого какого-то события среднее время которое было затрачено на это событие вот то есть казалось бы задача несколько другая но в общем то она может решаться опять же на основе подхода вот так ну в терминах псевдокода у нас есть стандартный маппер редюсер на вход маппера подаем документ и вернее его какой-то и идентификатор и сам контент есть как бы функция которая контент разбивает на так называемые термы мы проходимся по всем термам и на выход маппера выкидываем собственно сам термы единичку в общем случае а в редюсере все это агрегируем опять же по нашему терму там либо слову все эти единички суммируем и в итоге получаем в общем на выходе редюсера для каждого терма общую сумму сколько точнее общее количество раз сколько данный терм встретился все просто дальше начинается обычно они некоторые вещи связанные с оптимизации такого подхода то есть понятно что для большого количества документов таких пар терм и единичек будет очень много там миллионы или даже миллиарды может быть и больше все зависит от коллекции документов все это накладно по расходам поэтому собственно основной основной там первое решение которое приходит наверно в голову при реализации это каким-то образом на стороне функции мапа агрегировать данные для документа то есть тут скорее можно сказать что опять же опять же в рамках документа есть довольно много слов которые встречаются не один раз то есть не уникальные поэтому логичнее поддерживать какой-то некий словарь в виде ассоциативного массива там хэш таблицу и в нее в общем то сохранять все ну точнее в ней считать количество для каждого терма который нам встретилась то есть по сути в хэш таблиц у нас будет ключ опять же термо значение будет то количество раз которые терм был мы увидели именно для данного документа так у нас функция мапа обрабатывает только один документ ну в общем то то есть тут смысл как бы тот же то есть просто мы проходим по всем термам но не сразу их имитим в аутпут пишем а сохраняем фэш таблицей а уже потом проходим по всем ключам наши нашего ассоциативного марае и уже агрегированные данные отправляем в аутпут вот собственно так ну минус потом значит другой подход более продвинутый о котором мы тоже говорили это уже на сам фреймворк map-редюсер позволяет нам использовать отдельную функцию комбайнера которая будет работать вне зависимости от ну точнее она будет работать на стороне в общем то маппера но при этом не использовать дополнительной памяти как вот будет в данном случае то есть тут основной конечно же минус в том что мы используем дополнительную память память для некого массива это понятно чревато чем то что то мы заранее не знаем сколько памяти нам нужно поэтому чревато тем что если либо различных ключей будет много либо просто документ будет очень большой с большим количеством разных слов есть вероятность того что память может закончиться то есть это нужно отслеживать но если то что подается на выход оно сохраняется все равно где то то просто потребуется по сути в два раза больше памяти чем в обычном варианте здесь нет нет оно сохраняется как я уже говорил в неком кольцевом буфере но и при реализации да который потом соответственно скидывается на диск вот размер во первых этого кольцевого буфера мы можем регулировать то есть он может быть небольшим мы его задаем вот во вторых после того как она скидывается на диск как бы это буфер освобождается соответственно мы начинаем писать туда заново вот по сути по сути частично управление этим буфером мы переносим как бы вот сюда и начинаем управлять сами то есть у нас как бы получается два буфера то есть сначала мы все заносим в некий буфер который у нас массив там все это храним потом по нему проходим пока мы по нему проходим она все хранится в памяти при этом все равно и метится еще в кольцевой буфер да вот то есть на каждой итерации этот буфер заполняется периодически он также сбрасывается вот но при этом размер как бы это отведенный под этот массив памяти при ней память она остается заняты то есть тут не в два раза будет больше тут все зависит от того сколько мы сюда поместим данных ну сколько мы туда поместим данных столько же мы и выкинем сколько буфер нет ну в итоге да но только буфер мы будем кидать как бы пачками ну то есть он же как как бы там просто какой-то объем данных который мы начинаем писать вот да и потом периодически на диск скидываем тут плюс в том что вот это все задается ну то есть просто конфигом а здесь нам придется это управлять этим самостоятельно ну и плюс опять же здесь накладные расходы если это java ну или там какой-то ну обычно это java то есть реализация на то что придется памяти потребуется больше потому что здесь будут храниться объекты соответственно вот этот оверхет на то что это объект они там примитивный тип он тоже есть да в java то есть ну опять же когда мы говорим там на каких-то например мегабайтах это как бы смысла нету когда это начинается гигабайта да вот тут уже все зависит от того сколько памяти у нас свободно есть а если еще на одном процессоре ой на одном компьютере работает параллельно много таких мапперов то тут уже все начинает такая борьба идет за память и приходится за этим следить ну то есть это просто усложняется вот ну соответственно подход с комбайнером этой проблемы естественно решен в общем-то для этого он был все время придуман то есть в данном случае комбайнер содержит по сути ту же функцию что и редюсер и как говорилось на прошлой лекции он в общем то работает на стороне опять же маппера да то есть на стороне маппера как я опять же напомню чтобы было всем понятно то что маппер работает может работать на одном сервере редюсер класс редюсера может работать абсолютно на другом сервере вот то есть данные между мапперами редюсерами копируется комбайнер же будет работать соответственно на том же сервере где отработает функция маппа то есть по сути это при агрегация того что потом отправится на редюсер более опять же возможно прост ну скажем так способ связанный ну еще точнее еще один вариант так называемого и маппер комбайнинга то есть когда мы все таки не используем комбайнер кстати почему это бывает хорошо сейчас тоже отдельно скажу это опять же и у нас есть много памяти и мы знаем что она у нас там не кончится внезапно то можно вообще создание данного ассоциативного массива вынести в не при вызове каждого маппера да а в некую функцию инициализации но в частности перед запуском всех мапперов для обработки всех документов которые пришли на данный task маппера мы запускаем перед всем этим запуском как в неком конструкторе инициализацию этого этой хэш таблицы то есть здесь мы делали каждый раз при запуске функции маппера да отличие то есть тут конечно вероятность того что память кончится меньше вот здесь она естественно больше потому что теперь у нас ассоциативный массив словарь будет хранить все вообще термы для всех документов которые пришли на данный маппер но это не вся коллекция но все равно то есть понятно что тут объемы будут больше зато по сути мы этот этим также можем управлять и в отличие от комбайнера который не гарантированно запускается мы им никаким образом в нашем фреймворке не управляем это все отдано на откуп того кода который управляет тасками в данном случае мы можем опять же периодически его также скидывать на диск но в данном случае как бы просто здесь все сделано элементарно мы его наполняем всеми вызовами маппа в итоге у нас получается большой ассоциативный массив с кучей термов но при этом с агрегированной агрегированными счетчиками для каждого терма и затем функции close то есть некому деструкторе этого маппера мы проходим опять же по всем термам и уже иметь им сразу агрегированным данным ну понятно что плюс этого подхода в тем что вот этих данных которые в итоге выйдут с маппера их будет меньше чем в подходе который первом случае был ну естественно стандартным поэтому это основной плюс и тут как бы да стоит учитывать что ключи и могут быть довольно таки тяжелыми значение тоже могут быть не просто какие-то счетчики какие-то более продвинутые структуру данных и по объему опять же все это может быть очень накладно поэтому в общем то этот подход имеет смысл использовать для того чтобы сократить опять же меж сетевой трафик так ну тут плюс-минусы наверное как бы я об этом в общем-то основе же все сказал а нот еще из минусов как бы да стоит обратить внимание что тут потенциально может быть возможность того что у нас элементы будут отсортированы не в том виде в котором например нам нужно да потому что вот если говорить о стандартном подходе с комбайнером или просто бейзлайн то есть здесь мы будем имитить как бы термы в том порядке в котором они к нам приходят мать если это не принципиально то в общем то ну и ладно если же как-то влияет это на наш на функционал как бы нашей системы то тут надо либо правильно выбирать структуру для того чтобы хранить этот массив ассоциативный да то есть это может быть если опять же да если это хэш таблица то порядок не гарантирован что в каком порядке будут ключи то есть если это какое-то бинарное дерево например туда то мы там можем их в том в сортированном порядке выводить тут все опять же остается на откуп разработчику ну еще из плюсов которые наверное да я не сказал то что естественно такой подход будет несколько быстрее еще как бы с точки зрения того что тут все операции происходят в памяти вот естественно это быстрее чем стандартный комбайнер который также работает через кольцевой буфер и через диск так теперь рассмотрим пример как бы следующий такая операция того что общем то хочется например сделать нам определюсь это посчитать среднее значение в качестве входных данных у нас есть ну она случае пусть будет строка то есть это какой-то например опять же терм вот в качестве значения ну ну пусть в общем по сути как бы это у нас некий ключ то есть какой-то терм да и там значение вот опять же сколько так сейчас еще раз ну может быть просто какая-то числовая последовательность например мы хотим что у нас с каждым термом связана какая-то числовая последовательность пусть это будут какие-то коэффициенты не знаю или рамки или еще что-то если как бы есть пример лучше скажите соответственно мы хотим посчитать для каждого терма и последовательность которые цифры которые приходят мы хотим посчитать среднее значение ну казалось бы довольно часто это нужно вот опять же мы говорим про то что данных у нас много поэтому мы это все просто так взять и посчитать там в памяти или еще где-то не можем и используем подход мопредюсер то есть тут я не буду каждый раз договариваться просто давайте примем это за стандартное утверждение вот соответственно опять же первая версия такой бейслайн это маппер просто поднимает данные то есть по сути поднимает их и отправляет на редюсер в редюсере мы заводим два счетчика в общем-то сумму и количество раз которые сколько раз вернее сколько например там значение было у данного терма и так как у нас в редюсере данные агрегируется по терму соответственно в качестве значения будет кортеж его последовательности чисел объединенные мы по ней проходим считаем соответственно сумму вот общую считаем сколько раз каждая сколько общее число символов ну и в итоге считаем среднее значение и выводим а то то есть на выходе у нас будет термы его в общем то это среднее число для его последовательности вот казалось бы все просто но опять же какие проблемы как бы здесь могут быть вот не знаю сразу бросается в глаза перегружены перегружены в каком смысле вот вот ну скажем так первое что наверное вот мне как бы бросается в глаза что ну во первых опять же у нас довольно много получается этих пар то есть мы как бы здесь не агрегируем во вторых потенциально как будто это число но может быть большим да то есть с этим тоже как бы нужно что-то делать вот казалось бы стандартный подход как бы ну вот чтобы сократить вот это количество пар которая нас вводится с мапперов можем ли мы как бы здесь использовать пять же combiner если использовать конбайнер то можем ли мы из использовать в качестве среду eso то есть вот как стандартный код опять же в том виде в котором как бы среде сейчас да мы использовать конбайнер не можно ну я просто кому что вот дажеjo по моему на прошлом лекции и как раз бралwa вопрос в каком случае можно использовать редюсер в качестве комбайнера, в котором нет. Вот как бы наглядный пример, когда это можно, то есть для WordCover, когда это нельзя. Вот, соответственно, тут, да, если мы как бы просто возьмем, посчитаем, у нас наверное ничего не получится, потому что, ну, в итоге будет неправильное количество и операция вычисления среднего. Как же это называется-то? То есть вот это все нерабочий пример? Вот это нерабочий пример. Ну, смотрите, то есть тут, значит, несколько по-другому мы делаем, да? Мы берем и для каждого комбайнер переписываем как бы следующим образом, то есть то же самое мы считаем сумму и количество раз, которое она встретилась, затем в виде значения выводим пары, пару, то есть сумму и счетчик. Затем на редюсере мы проходим уже по парам в качестве значений и считаем сумму, исходя из того, что мы здесь насчитали. Вот. В итоге вот это работать, насколько я понимаю, не будет. Или есть какие-то другие мнения? так вообще непонятно, что здесь нерабочие. Сумма, в принципе, общая получится такая же, если мы считали по отдельности. Да и количество, в принципе, тоже. так, по-моему, сейчас. О, слушайте, я немножко по-моему перепутал. Так, сейчас. Так, 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 сейчас. Если у нас, значит, на вход приходит токен и число, соответственно, здесь мы проходимся по всем числам. Считаем общую сумму и чис... Так, и общий счетчик. Вообще, да, слушайте, вы меня сейчас что-то сбили. Как-то у меня была идея, почему это на ней не работает. Тут мы применяем как бы несколько другой подход. Здесь понятно было, допустим, что-то пойдет в комбайнер на эти значения каунтов, там будут техничные. Если, ну, тут в комбайнер, это следующий, что в комбайнер. Здесь? Да. В майнер возвращает, это тоже плохо. То есть, фактически, это же самое. Нет? Ну, точно. В предыдущем не могут работать. А, здесь... Не факт, что отработает. Что? Мы же говорили, что комбайнер не факт, что отработает. То есть, вот этот вариант может быть выше. Нет, а почему? Ну, он не отработает, оно сразу сюда все перейдет. Здесь... Здесь мы говорим, что использовать, а не в разных форматах что-то придется. Да. Здесь... Да, если мы говорим, чтобы использовать редюсер в качестве комбайнера, то это вот третий вариант, а не вот этот. просто там по факту тоже передаем кортеж... Да, да. Здесь как будто... Здесь сразу будет работать, да. Здесь мы передаем сразу пару. Все верно. Точно. Так, речь на чем? Рабочие тут... Тут пример? А, оно работает как бы... Все правильно. Оно работает с точки зрения логики, но оно не будет работать именно с точки зрения несовместимости с форматом. Ну, можно же создавать разные редюсеры в комбайнер. Вообще... Нет. Здесь именно к тому, что не гарантировается то, что все... Весь output маппера будет агрегирован через комбайнер и пойдет сюда. То есть у нас может что-то сагрегироваться, а что-то нет. И как бы сюда придут на вход как бы разной данной. Точно. Спасибо. Соответственно, да. Для этого мы просто на выход маппера мы выводим, собственно, сразу пару. И в итоге... А эти караки их вообще никогда нет? Ну, то есть, если пришел на джаме, если у нас стриминг стоит? Нет. Ну, по крайней мере, до тех версий, которые я знаю, маппредюсера, но... Это как бы сделано с точки зрения некой оптимизации производительности. Просто зачем тогда существует возможность добавить в стриминги разные комбайнеры или редюсеры, если ненадежно? Нет, стоп. Разный комбайнер и редюсер можно добавить, но главное, чтобы у них формат совпадал. У них может быть как бы несколько отличаться сама логика внутри, но формат входных и выходных данных должен совпадать. То есть, выход с комбайнера, он по сути должен быть таким же, каким и выход с маппера. так, ну это значит, у нас работает. Вот, ну и собственно в данном случае опять же мы можем применить как бы вместо комбайнера подход с ассоциативным массивом, избавиться от комбайнера и просто сохранять данные в памяти. ну и ну это как пример реализации маппера как бы соответственно функция редюса останется та же. В общем-то все будет то же самое. Так, ну понятно, значит, следующий, скажем так, пример того, что можно сделать на маппредюсер, что часто, например, требуется, это вот так называемый поиск каких-то значений, которые ну окей, давайте по порядку, то есть не знаю, как это точно по-русски перевести, но по сути как бы поиск уникальных элементов, но при определенных условиях. опять же, начнем с описания проблемы, то есть у нас есть некое какое-то множество записей, соответственно, пусть каждая запись там содержит какое-то поле f и производное число, например, каких-то категорий. Вот. Ну это такое формальное описание, да, надо посчитать общее число уникальных значений, этого поля f собственно для каждого подмножества записей, которые приходят и для каждого значений с каждой категорией. Думаю, все понятно. Хотя, конечно же, нет, потому что на самом деле наверное на примере будет как бы более понятен. Вот. Есть определенный поля, у которых есть какие-то значения, соответственно, каждому полю соответствует некий набор там лейблов или категорий, там, тегов. Неважно. Вот. В итоге результат как бы должен получиться следующий. то есть мы хотим посчитать число, да, вот, то есть для, например, f1 у нас есть так, а, b, да, то есть для а у нас будет, соответственно, 3, потому что оно есть в f1, в f2, там, f3, для b у нас будет 2, потому что, потому что, так, а, ну, все правильно, потому что b у нас есть в f1 и в f3, да, то есть оно два раза встречается в f1, но это мы не учитываем как за два раза, учитываем как за один раз. Вот. Ну и, соответственно, d и e, оно встречается там по одному разу у f2, только у одного элемента. Так, значит, первый такой подход, который будем применять, это, в общем-то, постараемся решить ее в два, в две задачи, то есть mapReduce. Это первое, на первой фазе наш каждый маппер будет писать уникальные пары, собственно, категория и какому значению соответствует, затем редюсер будет подсчитывать общее количество вхождения каждой пары. Вот. И тем самым, как вот тут же пример у нас был, да, мы должны гарантировать то, что у нас будет уникальность для f, поэтому, собственно, эта фаза, она будет униковать по f. Так, а на второй фазе, в общем-то, уже уникованные как бы пары, мы, соответственно, будем группировать по категории, вот, и затем уже подсчитывать количество элементов, соответственно, в каждой категории. Ну, текст не очень понятен, поэтому есть такой пример псевдокода. Наверное, из этого будет более понятен. Значит, что у нас есть? Ну, в качестве ключа, там, может быть, что угодно, в общем-то, нам в данном случае не принципиально. Основное это значение, то есть это как бы наша какая-то запись, то есть может быть некая структура данных, объект, который состоит, значит, у него есть первое поле, это, собственно, само значение, затем некий массив, там, или список категорий, которые данному значению соответствуют. тем самым мы проходим, как вот описалось, по всем категориям и, по сути, имитим на выход кучу пар для каждой категории и значения, ну и, соответственно, единичку. Для редюсера мы должны, то есть, тем самым мы на редюсере уникуем, да, по паре, собственно, ключ, по паре категории значения, и считаем, собственно, количество, так, а, здесь мы ничего не считаем, здесь мы, по сути, просто выводим, да, то есть нам здесь как раз-таки не нужно, на самом деле, считать, в принципе, здесь даже, по-моему, можно было ничего не описать. Вот, а на второй фазе нас, опять же, на вход подается наша пара, вот, кстати, тут ошибка, GF, переставить, вот, на, а вот уже на выходе мы хотим, то есть, тем самым мы получили уникованную пару, и затем мы для этой уникованной пары хотим посчитать количество, соответственно, для каждой категории, сколько раз оно встречалось, сколько раз эта категория встречалась в уникованной паре. То есть, тем самым, в качестве ключа мы берем только значение категории, ну, и, соответственно, количество раз, которое оно встретилось, и здесь мы уже на выходе считаем общую сумму. то есть, на выходе мы получаем, напомню, результат, где ключом будет, соответственно, значение категории, а значение количество раз, сколько у нас встретилось в уникованном количестве собственных значений. Сейчас пытаюсь так на вскидку придумать пример, как бы, такой, где это можно применять, ну, наверное. Может быть, какой-нибудь инфопоиск, то есть, у нас F это номер документа, а G это набор слов в документе. Ну, тут тогда странно, что они будут не уникованы, ну, если только они заранее не уникованы, да, то есть, либо это может быть, например, не документ, а какой-то тематика, например, да, то есть, а это G это может быть какие-то теги, которые соответствуют этой тематике. Вот. Она, в принципе, не обязательно сразу что-то будет уникована, и мы хотим, соответственно, посчитать, какие теги встречались в какой тематике. Ну, минус, как бы, то, что нам приходится, конечно, применять две фазы, с одной стороны, то есть, приходится больше данных копировать, хранить, в HDFS какие-то промежуточные значения. Вот. Опять же, в данном случае можем применять, точнее, даже не можем, а нужно применять комбайнеры. Не знаю, кстати, почему здесь единичку написал, наверное, здесь не надо нам ничего вообще имитить, потому что количество единичек, которое сюда пришло, нас, в общем-то, не интересует. Вот. Опять же, одним из вариантов оптимизации это постараться все уместить в рамках, как бы, одной фазы, то есть, в рамках одной задачи, сделать это можно следующим образом. Так, на вход у нас подается все то же самое, но... Так, а на выходе, на выходе, так, на выходе мы, да, мы меняем, собственно, мы имитим само значение, то есть, у нас ключом здесь будет уже значение, в отличие от того, что здесь была пара, вот. А, собственно, значением уже будет сама категория, то есть, мы тем самым уникуем по значению. Вот. И затем, опять же, применяя подход с ассоциативным массивом, мы можем его использовать следующим образом, то есть, на редюсере тут главное важно его инициализировать до запуска всех функций редюса, и тем самым, значит, в качестве ассоциативного массива мы имеем в качестве ключа будем иметь категорию, а значение, собственно, количество вас, с которым встретилось. То есть, да, все правильно. Так как у нас значит, тут мы получаем список, соответственно, категорий, уникованных по значению. Вот. Еще, опять же, если позволяет все это пройти, мы в памяти, мы, ну, или не в памяти, какой-то спорте подход, желательно, мы сразу исключаем дубликаты из категории. Кстати, напомню, что, чтобы исключить, опять же, дубликаты, это не так здесь просто, потому что значения будут не отсортированы. То есть, значения в редюсере, которые приходят, они никаким образом не сортируются, поэтому, ну, чтобы исключить, соответственно, дубликаты, если бы они были отсортированы, это можно было сделать очень просто, то есть, как бы, за линейное время. Здесь придется их, соответственно, отсортировать, как минимум, вот, либо, опять же, применять... только с дополнительной памятью, опять же, применять какой-то сет, для того, чтобы проверить. Вот, кстати, несколько в сторону, так, кто не знает, что такое, вот, есть структура данных под названием Bloom Filter. очень, полезная штука, мы об этом, о ней поговорим, когда будем там про HBase говорить, она часто используется для базовых данных, это такая вероятностная структура данных, которая позволяет, сейчас, я все время забываю точно формулировку, она позволяет ответить со стопроцентной вероятностью, не надо нас разгуглить, со стопроцентной вероятностью, что, например, данного элемента, то есть, она представляет собой некий структуру, ну, как бы set, но с точки зрения, но и не set, то есть, она позволяет ответить на вопрос, был ли помещен данный элемент в эту структуру с некой долей вероятности, что он там есть, То есть она не может сказать точно, что он там есть. То есть она может сказать, например, на 99% что он там есть. Но всегда остается один процент, который будет говорить, что возможно она ошибается. И при этом на 100% она будет говорить, что его там нет. Как она работает? Сейчас немножко вкратце расскажу. То есть в самом простом виде можно представить в виде некого битого массива. И, например, у нас есть там несколько элементов каких-то. Элемент A, B и C. И для каждого элемента, пусть это будет строка, мы считаем какой-то хэш от этого элемента. Вот. Соответственно, на выходе хэша у нас будет какое-то число. И затем это число, представив в бинарном виде, мы можем поместить в этот массив. Пусть, например, здесь у нас будет какой-нибудь там, не знаю, 1 0 1. Здесь, сейчас, там, 1 1 0. Вот. А здесь будет, например, 1 0 0. Соответственно, помещая, например, число A сюда, у нас здесь будут... Изначально оно все здесь нолики, да, ставят. Вот. Помещая данный хэш в этот массивчик, мы ему, соответственно, ставим, например, единички для A. То есть A у нас ушло сюда. Вот. И тем самым мы... Так, хорошо, мы поместили A, затем помещаем число B. Вот. Причем, например, на данный момент мы можем проверить, как бы, есть ли B в данном массиве. Вот. Вот. Проверяем, соответственно, по битову, да? То есть 0, 1, 1. Смотрим, что 1 бит отличается. Тем самым мы можем 100% сказать даже не 1, 2. Нина, а мы не можем, чтобы на тех местах, где есть единички, должны сойти единички вот как раз... Ну да. Вот. Соответственно, мы можем однозначно сказать, что данного числа, ну там, не знаю, числа, в общем, данного хэша здесь нет. То есть он здесь как бы... Его здесь не могло быть, иначе здесь была бы единичка. Вот. Соответственно, мы его сюда помещаем. У нас получается здесь 1. Вот. А здесь 0 мы не сбрасываем, мы оставляем единицу. Вот. И теперь получается, что когда мы будем проверять это число или это число, мы можем... Да. То есть мы проверяем только единички. Соответственно, мы можем только как бы сказать, что, например, вот 1, 0, 1, что, возможно, это число как бы здесь есть. Оно, скорее всего, как здесь есть. Если бы его здесь не было, здесь был бы 0. Вот. Ну и как бы тем самым, играя размерами этого массива там, размером хэш-функции, есть там определенные формулы, вот, они позволяют вот эту вероятность, как бы, соответственно, регулировать. Вот. Прелесть всей этой структуры данных в том, что для довольно-таки большого количества элементов мы можем... То есть размер вот этой... этого Bloom Filter будет относительно небольшой. Он очень хорошо... Ну, то есть он там вмещается в память, буквально там, не знаю, может быть, несколько мегабайт для очень большого количества элементов использовать. Вот. Тем самым это обычно применяется как некий такой первый этап фильтрации, проверки наличия какого-то элемента в каком-то множестве. Если мы однозначно говорим, что это нет, ну, значит, нет. Все, сразу получим ответ. Если Bloom Filter говорит, что, возможно, этот элемент есть, то дальше уже там мы можем идти как бы дальше, то есть вот именно с точки зрения базы данных, там, проверять как бы дальше там по индексу или еще что-то, что данный ключ как бы есть. То есть, так как эта проверка, эта операция проверки дорогая, поэтому вот этот Bloom Filter, он позволяет снизить вот это количество проверок довольно-таки существенно и тем самым улучшить общую производительность. Значит, мы остановились на том, что мы используем... Да, мы используем одну фазу, тем самым как бы используем ассоциативный массив, где ключом у нас будет категория, это значение. Соответственно, а вот, исключаем, соответственно, дубликаты, ну, здесь без всяких блок-фильтров, просто либо отсортировав, либо применяя какое-то внешнее дополнительное множество. И затем, соответственно, уже для каждой... для уникальных категорий инкрементим наш счетчик в массиве. вот, и затем... да, все правильно. То есть тут у нас как? У нас получается уникование в первую очередь за счет редюсера по значению f, что, собственно, нам как бы и нужно, да, а второе уникование это мы как бы выполняем внешне, опять же, уже на стороне редюса, и потом, после того, как все редюсеры отработали, на этапе клоуза мы имитим наши, собственно, пары. Ну, то есть, как бы, опять же, если есть память, можно принять такой подход, нам сэкономит запуск одной задачи. Значит, следующая проблема, которая тоже довольно часто встречается при задаче какого-то анализа данных, это так называемый cross-correlation. Формально, значит, ее можно описать как бы следующим образом. То есть, есть некий набор там или кортеж, точнее, набор, множество, как бы, некого набора либо кортежа объектов. Соответственно, для каждой пары объектов мы хотим посчитать как бы сколько раз, точнее, в каком количестве кортежей они встречались вместе, но вместе тут понятие как бы несколько приближенное, то есть, может быть, какая-то функция, которая будет определять того, что они вместе, да, то есть, это не за это, что они прямо рядом, например, мы хотим там, они могут отставать друг от друга на какое-то расстояние, например. Ну, казалось бы, наверное, в худшем случае, то есть, это будет, в общем-то, такая зависимость N умножить на N, то есть, можно построить какую-то матрицу N на N и проставить, соответственно, там, какие-то признаки того, что эти объекты встречаются, то есть, мы хотим из них создать какую-то пару. В качестве применения, наверное, такое одно из очевидных, это анализ текста, то есть, кортежи, это могут быть слова, предложения, либо какие-то абзацы текста, соответственно, сами эти объекты, это слова или термы, вот, и мы хотим, например, посмотреть, как там, в каком количестве предложений, да, какие-то слова встречаются вместе. Опять же, несколько из другой, как бы, оперы и аналогии, это вот, опять же, при анализе каких-то маркетинговых компаний рекламных, либо поведений пользователей, либо еще что-то, нам хочется, в частности, для маркетинга, смотреть, например, покупатели, которые покупают одни товары, покупают и другие, да, то есть, когда покупателей не много, это можно вручную посчитать, когда покупателей там, миллионы или миллиарды, как там, на уровне, в интернет-магазинах больших, то желательно таким-то образом автоматизировать. Опять же, если данных немного, можно просто построить матрицу и ручками там или в память ее построить и посчитать, но когда матрица такая в память не влезает, приходится придумывать другие подходы, но вот один из подходов такую проблему можно переложить на MapReduce. Собственно, решается она как бы следующим образом, да, мы уже встречали, применяется такой подход под названием OnePairs, то есть пары. Значит, из чего он состоит? Опять же, берем в качестве примера некий маппер. На вход у нас подается функция мапа, собственно, те объекты, которые мы хотим обработать. Затем мы проходим по всем объектам, один раз первый проход и второй раз. Вот. И в итоге генерим все пары, которые, например, встретились. Ну, в данном случае тут мы реализуем как бы некий точнее подсчет того, что эти объекты, ну, пусть это будут слова, а этим это предложение, например, они были в одном предложении, то есть нам не важно, что они были рядом, не важно там, на каком расстоянии они были друг от друга, мы просто хотим посчитать, что эти слова вообще встречались в одном предложении. Вот. Это может быть, например, не предложение, а какая-то там покупательская корзина, а вместо слов это могут быть там товары. упорядоченные пары. Что? Упорядоченные пары. Нет. то есть это может быть просто предложение, как оно может быть упорядоченное, это просто текст. То есть, порядок на две, там, одно слово, другое, или наоборот, другой тема. Нет. Упорядоченные здесь, в принципе, порядок сейчас не важен, потому что мы просто хотим понять, что эти слова встречались в одном предложении. То есть, говоря, какими-то там питоновскими сайты на их хранить, просто набором. Имеется это здесь? Да. Ну, тут уже, не знаю, в питоне как бы есть какая-то такая штука, как пара, нет? Структура данных. Да, или кортеж там есть. Ну, кортеж, да. Ну, вот просто, например, это может быть просто какая-то структура данных, там, объект, класс, у которого будут два поля, например, да. Вот. Может быть, ну, кортеж, наверное, из двух элементов. То есть, по сути, как бы здесь просто два элемента встречаются. Вот. Если нам нужно будет найти, например, три слова, которые встречаются в одном и том же предложении, нам нужно будет добавить сюда еще один цикл, вот, и уже на выход имитить, ну, не пару, а как там, что-то будет, трипл там, как называется. То есть, мы еще, как бы тут же, они будут повторения, допустим, мы идем циклами, у вас будет пара, я, ну, да, здесь надо... таких опускали какие-то... ну, на самом деле можем отсюда их, в принципе, отфильтровать, да, чтобы одно и то же не было, хотя... тут главное, как бы, по элементам смотреть, то есть, когда эти элементы совпадают, мы тогда не будем их, соответственно, генерить. на редюсере, соответственно, мы получаем в качестве ключа у нас уникальную пару и количество раз, единичек, точнее, сколько оно встретилось, считаем сумму. То есть, тем самым считаем для каждой пары, сколько раз оно встретилось. Можно ли здесь применять комбайнеры? Ну, точнее, имеет ли смысл? И в каком случае, например, это имеет смысл. У нас же мы можем на выход к макбарам можно отдавать для одинаковых пар много генечек, если у нас слова повторяются. Ну, значит, в комбайне в принципе да. Да, ну, например, если говорить про предложение слова, то скорее от него особого толка не будет смысла. просто потому, что одинаковых слов в предложении не так много. А он будет работать только, ну, то есть, нам же нужно будет, по сути, агрегировать данные для уникальной пары. Ну, если предложение, то да, если все для документов. Ну, да, да, для, ну, в каких-то случаях будет работать, в каких-то нет. То есть, например, для предложения пары будут в основном все уникальные. вот, понятно, что довольно просто это реализуется, но минус в том, что, опять же, даже с использованием комбайнеров, если у нас таких предложений очень много, довольно будет много таких пар, которые нужно потом будет всех куда-то скопировать по редюсерам, отсортировать, суниковать. Все это, на самом деле, очень затратно может быть, и поэтому можно применять как бы несколько другой подход. Опять же, он так вынесен отдельно, потому что он применяется не только тут, называется Stripes. Stripes. Все знают, что такое Stripes по-английски? Полоски. Полоски, да. Соответственно, идея в том, чтобы группировать, опять же, все эти пары как некий ассоциативный массив. И затем, по сути, этот маппер он агрегирует, агрегирует, затем для каждого объекта генерить на выход такое большое значение. То есть, по сути, весь этот ну, либо массив, ну, это как бы называется Stripe, то есть, в данном случае, это как бы некие полоски, не знаю, почему так назвали, наверное, как бы. И на выход, вернее, на входе Reducer уже будет получать агрегированные вот эти Stripes для каждого значения. генерим, желательно, чтобы они, кстати, были отсортированы, то есть, поэтому тут надо, видимо, применять какую-то структуру данных, например, не просто какую-то хеш-таблицу, вот, и применять, опять же, такое умное поэлементное сложение. Значит, для каждого, да, берем, например, первое слово, генерим, вернее, создаем для него отдельный массив. Затем проходимся по всем остальным элементам, тут можем, опять же, отфильтровать с одинаковым индексом, и увеличиваем уже у каждого так, да, у каждого терма, все правильно, соответственно, добавляем как бы каждый терм, который мы вот, получается, встретили с этим словом, увеличим у него счетчик. Ну, в основном, конечно, здесь будут, наверное, единички, но где-то, может быть, и нет. И на выходе имитим уже для терма из цикла собственно саму вот эту большую структуру данных, которая вот у нас показана, будет иметь вид как бы некий ключ, число, ключ, число и так далее. то есть и на редюсере что мы получим? Мы получим опять же с уникованные по терму вот эти страйпы, по которым по сути придется сделать такую следующую операцию. то есть мы создаем опять же отдельный отдельный массив, где будет результат. Вот затем выполняем вот этот такой мердж сумм. То есть по сути нам здесь нужно сделать некую фазу мерджа от сортировки слияния. то есть если эти элементы будут упорядочены, то есть отсортированы, по сути мы должны параллельно по ним идти и складывать их. Соответственно добавляем уже агрегированные данные в наш ассоциативный массив, потом проходим по ключам и по сути имитим для каждой пары то значение, которое получилось после этой операции. значит с чем боролись в общем-то то и стало плюсом то, что мы уменьшили количество вот этих пар, которые уникальных точнее где у нас было уникальных пар, которые мы имитим с маппера в первом случае. Возможно да, здесь опять же при большом количестве данных имеет смысл применять комбайнер, который будет еще больше агрегировать и эффект от этого будет лучше. ну опять же с точки зрения там псевдокода как бы все просто, но на самом деле реализация получается более сложная. Опять же тут могут быть довольно тяжелые объекты для передачи по сети. С другой стороны если это все сжимать output это не так страшно, но не знаю такой минус несколько сомнительный. Опять же когда мы везде используем ассоциативный массив следим за памятью. вот ну и вообще там по различным замерам таких примеров подход со Stripes в несколько раз быстрее чем собственно на большом объеме данных чем с парами. Поэтому более как бы сложная реализация но зато быстрее. Так теперь поговорим опять же несколько таких небольших блоках на которых вообще как бы можно из которых строится задача мопридюса ну и основные операции с каким-то множеством объектов как это можно производить реляционные ну просто потому что здесь используются методы из реляционной алгебры которые работают со множествами собственно самый простой это выбор какой-то фильтр то есть нам нужен какой-то мы задаем некий предикат идем по всем значениям если наше значение удовлетворяет предиката мы его имитим в output тут в общем-то все просто то есть это такое одно из применений некий распределенный греб когда ну операция греба когда есть 5g множество каких-то логов мы хотим просто по ним что-то погребать и найти какие-то строчки где встречается например определенное слово вот второе это более такой посложнее вариант называется проекшн то есть когда еще нужно кроме того что мы нашли нужно эти данные униковать для этого просто применяем редюсер то есть ну по сути функция проект она может выбирать какое-то поле опять же делать какую-то фильтрацию вот в редюсе мы не идем по этому массиву хотя здесь на данном случае будет массив из нулов мы просто выводим сразу значение и выходим тем самым уникуя данные вот дальше значит операции со множествами ну стандартная операция объединения то есть есть два множества мы хотим их объединить то есть на вход мы подаем на разные ну то есть на вход маппер у нас два каких-то множества элементов а и b то есть неизвестно на какой сюда чего придет просто имитим опять же значение в output вот а редюсер по сути тем самым как бы мапридюс все сделает за нас все очень просто вот интереснее начинается когда нам нужно множество только пересечь вот то есть тут уже просто применяя как бы мапридюс не получится есть идея как это можно сделать но если каждый марк будет выписывать вместо тесно ответом еще допустим свой номер тогда редюсер может посмотреть что просто вот в рейках лежат все номера маппер каждый маппер свой номер это имеет ввиду что ну какой-то свой идентификатор будет ответственно вот вымите место и тогда просто в редюсере пробежимся по массиву и посмотрим а лежат ли там все идентификаторы маппера то есть что будет на выходе ключом маппера значение и идентификатор то есть это будет опять же пара да значение не будет получается что на редюсер мы получим просто пару значения и идентификатор не совсем оно сработает тут имеется ввиду что хочется ведь пересечь вот ну в итоге можно применять как бы следующий да способ то что если это значение есть и там и там то скорее всего ну если у нас как бы только два множества то будет два раза заимечено это значение с нулом тем самым размер вот этого массива будет два вот и проверяя как бы размер мы оставим только те элементы которые встретились в этом множестве и в этом следующая операция операция разности ну то есть дифференс множества когда мы хотим выбрать только те элементы которые например есть в одном множестве во множестве а то есть можем применять такой подход что опять же в качестве значения передавать какой-то идентификатор но не не маппера а именно множество будем считать что у нас есть такая функция и тем самым здесь мы можем проверить что если это значение было только в одном множестве то у него соответственно должно быть только одно значение соответственно размер этого массива должен быть единичкой вот и значение собственно элемента этого массива должно нам быть тем указывать на то множество которое мы хотим те элементы которые мы хотим оставить и которых нету во множестве b да то есть массив у нас по сути может быть вот только там применять принимать четыре разных значения только здесь не айбэ б и а писался соответственно для операции когда мы как называется о симметрик симметрик дифференс то есть когда мы хотим выбрать только те элементы которые есть либо только в а либо только в b мы применяем тот же подход с именем множество но при этом просто добавляем проверку что элемент он должен опять же содержать только значение один элемент и его значение должно быть только либо а либо б а затем ну собственно операции некий группа агрегейшен то есть тут несколько задача складывается из того что у нас есть опять же какой-то кортедж есть некое значение по которому мы хотим сгруппировать есть значение по которому агрегировать собственно стандартные революционные операции которые также применяются в базе данных вот но при анализе каких-то данных на мапредюсе тоже приходится их использовать опять же почему как бы мы это рассказываем то что это есть вариант использовать готовые функции когда вы например не пишете самостоятельно свою мапредюс задачу например используйте тот же пик или хайв там уже все эти операции реализованы и можно использовать их но если мы пишем какую-то свою задачу то придется это делать самостоятельно потому что там стандартного какого-то решения нет вот значит в данном случае если мы хотим сгруппировать по значению то мы просто это значение выводим в качестве ключа вот то значение по которому мы хотим агрегировать в качестве значения на вывод макера вот тем самым группировка осуществляется автоматически по дефолту для мапредюса ну а здесь как бы дальше мы идем и уже применяем какие-то операции агрегации там суммирование максимума и так далее по значению дальше еще довольно часто необходимо объединить опять же множество но пересечь его элементы по какому-то ключу ну в частности опять же да если у нас есть два множества из каких-то пар ключ значения мы хотим их объединить по этим ключам то есть это так называем операция join стандартный пример это join двух таблиц в релизационной базе данных по их какому-то полю так как на предюсе там по умолчанию никаких индексов нету то опять же это скорее всего придется либо реализовывать самостоятельно либо использовать уже пик и хайв данный подход называется репартишн джойну чаще называется редюс джойн или там сорт мёджейн вот он подразумевает значит следующее решение так тут много текста но я сразу буду с кодом показывать чтобы было понятнее маппер маппер по сути проходит по всем значениям которые ему передается в качестве там кортежа и затем значит имитит тот ключ по которому мы должны джойнить ну либо выбирает его да соответственно затем в качестве значения он создает такой отдельный кортеж с именем то есть тем самым каким-то образом помечает этот кортеж там задает ему тег что он принадлежит той группе элементов которые сюда пришло пришла то есть ну опять же если у нас есть два множества то скорее всего там тег будет а либо б то есть у нас две таблицы то есть это просто будет имя таблицы например редюсер же в свою очередь уже получает объединенные объединенные кортеж для обоих множеств вот и значит затем раскидывает так как они объединены то есть они здесь опять же никак не отсортированы нам каким-то образом нужно их как сказать понять где что лежит вот поэтому в данном случае мы создаем опять же две корзины но это можно сделать именно на базе ассоциативного массива тут как стандартный пример просто для каждого ключом по сути этого массива будет тег то есть имя множество откуда эти значения пришли то есть первый раз мы проходим по всему нашему кортежу и раскидываем опять же значение по корзинам затем следующей операции мы должны в общем-то смержить как бы наше значение тем самым опять же уже параллельно идем по двум тут кстати можно по-разному сделать можно как вложенный цикл можно опять же если здесь значение отсортированы можем идти как обычным мерджем и сливать соответственно вернее ну мерджить элементы из двух массивов и по сути на выходе мы получим если они есть как бы и там и там то мы получим значение которое будет говорить о том что по данному ключу были элементы и в первом и втором множестве основная идея как бы в том чтобы каким-то образом тегировать набор значений при этом на самом деле здесь даже может быть не обязательно много значений здесь может быть одно значение то есть они сюда могут приходить не целым кортежем а по одному например если мы там считываем из базы данных вот но мы каким-то образом их хотим пометить что они принадлежат определенному множеству вот соответственно ну минусы основные это в том что на этапе мапа и мета из мапа мы не знаем как бы что нам отправлять а что нам не отправлять вот и тем самым если эти множества не очень сильно будут по ключам там пересекаться джойницы да большая часть элементов будет либо там как бы либо там то слишком много ну как бы лишних пар ключ значения мы будем отсюда писать и по сути потом все это отбросится вот ну тем самым опять же это будет сказываться на производительности потому что просто будет выполняться много лишних операций копирования сортировки вот второе что это ну опять же подход то что на как бы все нужно хранить в памяти здесь будет довольно-таки возможно большие объемы и это не очень удобно в качестве улучшения этого а ну можно на самом деле сделать как бы некий композитный ключ опять же то есть где в ключом будет у нас с одной стороны это тот ключ по которому мы хотим объединить значения а вторым значением например будет тег вот но затем написать некий кастомный некую свою функцию группировки чтобы она с одной стороны группировала только по первой части ключа вот но при этом на самом деле сюда будут приходить значения из с различными тегами то есть с ключом у которых будет различный тег вот и затем а еще надо чтобы они были вместе то есть идея в том чтобы сделать так чтобы на редюсер уже приходили как бы те значения которые сджойнены по ключу да из разных множеств чтобы они были вместе сразу то есть по сути мы как бы будем идти и проверять например на первой итерации нам пришло значение из множества а там с этим ключом вот окей мы запомнили его соответственно на следующей итерации редюса мы смотрим что у нас пришло например тоже значение из а но с таким же ключом но с тегом из другого множества вот соответственно зная только предыдущее значение мы можем определить что оно было и там и там и тем самым как бы подпадает под это условие его иметь значит идея в том чтобы какое-то вот у нас есть там два множества а и b вот есть какой-то элемент например v у которого там какой-то ключ точнее ключ ну там равен чему-то веечке вот и мы хотим вот например вот этому ключу сжойнить соответственно нам нужно сделать такой композитный ключ который будет содержать с одной стороны значение ключа с другой стороны имя множество то есть какой-то тег например вот здесь тег равна здесь тег b и например для данного ключа первым будет приходить там ключ со значением единичка из множества а и там значение какое-то да на это первый вызов редюса второй вызов редюса будет проходить что придет тоже ключ один но с тегом b с тем же значением при этом при этом на этой фазе мы например можем вести какое-то там временное значение и сохранить сюда v1 сделать его там глобальной переменной соответственно его ее состояние у нас сохранится и при следующем вызове при следующем вызове функции редюса мы просто сравниваем что нам пришло в с тем что у нас было на предыдущем шаге если оно совпадает тем самым можем сказать что это значение было и в этом и в этом множестве и там ключ у него был равен тому одинаковому значению тоже то есть тем самым будут минимизированы затраты по памяти более сложная реализация но при этом мы в качестве дополнительной памяти используем только хранение предыдущего значения так но все это стоит применять в том случае когда размеры этих множеств которые мы хотим сжойнить ну скажем так примерно одного порядка и при этом они соответственно большие то есть не умещаются в памяти вот значит в том случае когда например у нас есть ну точнее множество например B большое а множество A какое-то маленькое то ну как бы применять такой подход конечно можно но более эффективно будет сделать так называемый map join или replicated join который позволяет на самом деле сразу проверять элементы множества на стадии мапа вот ну вот один из таких примеров которые можно привести где это например используется это ну например список пользователей их активности если пользователи конечно там не миллиарды а например несколько тысяч вот то это их список вполне может уместиться в память активности какие-то действия может быть много соответственно мы хотим пересечь множество их действий с множеством пользователей и соответственно получить а ну кстати причем пользователи опять же мы можем каким-то образом отобрать мы хотим только для определенных пользователей посмотреть соответственно это множество будет еще меньше вот поэтому для этого можем просто использовать какой-то стандартный подход в виде хэша таблицы загрузить туда всех этих наших пользователей и просто на каждом стадии мапа проверять как бы есть ли данный ключ в в в в этом массиве в этой хэш-таблице то есть реализуется это опять же на этапе инициализации мы загружаем всех пользователей причем мы их можем брать как этот файл например как из того же HDFS либо мы можем передавать его на каждый таск маппера как вот я в прошлый раз рассказывал про distributed cache то есть это может быть файли который просто локально считывается для каждого маппера с того же диска где он запускается соответственно мы заполняем нашу хэш-таблицу этими пользователями ну а затем в маппере просто идем по всем по большому множеству то есть ну точнее по его какой-то части которая обрабатывает именно данная функция маппа проверяем если встречаем то соответственно имитим его в output тоже такой на самом деле довольно стандартный подход когда нужно например это может быть не не пользователь может быть какой-то словарик по которому мы хотим проверить как бы есть ли у нас слова вот его объем обычно может быть не очень большой более кстати продвинутый вариант сделать зная некие границы например функции маппа которые границы имеется ввиду границы ключей которые сюда ну точнее в данном случае а ну да которые будут поступать мы можем грузить в этот массив не все ключи из небольшого множества если оно опять же относительно большое мы можем их посплетить по тем же границам ключей и грузить только часть которая будет поступать сюда то есть если у нас опять же ключи будут в изначальном множестве которое поступает отсортировано так и еще такая тема которой нас хотелось бы немножко коснуться это расчет так называемого TF-IDF вы знаете уже что это такое собственно расшифровывается это следующим образом term frequency inverse document frequency то есть частота терма и обратная частота документа вот очень часто она используется при работе с текстом для того чтобы ну по сути в виде в качестве некого веса которое данное слово имеет в заданной коллекции документов возникает логический вопрос почему на это не подходит просто как бы частота слова то есть казалось бы если слово частотное ну наверное оно и часто где встречается и вес у него должен быть больше бесполезно это да то есть тут как бы начинается стоп-слова плюс бывает некая разнородная коллекция документов то есть например у слова может быть большая частота но оно будет встречаться в небольшом количестве документов например это какой-нибудь если мы говорим там веб-документах это какие-нибудь спамные странички где какое-то слово встречается очень часто вот используя просто его частоту оно скорее будет где-то не снизу в серединке может быть даже сортировать по частоте хотя на самом деле это наверное будет не так то есть нас в первую очередь тут будут интересовать некие слова которые довольно уникальны встречаются в небольшом количестве документов и вот в общем TF-IDF позволяет это знать значит как она считается считается в принципе все довольно просто то есть как собственно TF-это есть стандартная частота то есть по сути отношение как бы числа вхождения слова к общему количеству слов в документе собственно оценивается там она в пределах в рамках отдельного документа по стандартной формуле вот с IDF несколько все посложнее потому что это обратная частота вот я как бы тут не буду углубляться в подробности как это все получается почему здесь логарифм вот но в общем это для нормализации соответственно по сути это логарифм отношения количества документов общее в корпусе и количество к количеству документов где это встречается данное там терм или слово то есть тут ну просто если мы уберем логарифм и D будет очень большое то не очень хорошо получится вот тут как бы да стоит понять что чем слово встречается реже в небольшом количестве документов тем вот это отношение будет больше правильно правильно ну и соответственно TF IDF это просто перемножение вот этих двух частей вот собственно задача в том чтобы опять же используем MapReduce а ну да тут еще стоит отметить что когда у нас это n то есть не равно нулю соответственно задача в том чтобы посчитать TF IDF на MapReduce ну например опять же для какого-то поискового корпуса документов точнее с поиска так значит что нам нужно будет вычислить ну естественно в первую очередь это для каждого слова сколько раз оно встречается в документе то есть TF а вторую очередь это сколько документов собственно в котором встречается это слово это n и общее число документов по-моему все ну сейчас выполняется значит задача собственно вычисление TF IDF и будет разбиваться на несколько задач потому что в рамках одной как бы это сделать с помощью MapReduce наверное нельзя вот ну и не нужно значит первая фаза то есть первая задача это практически наш стандартный любимый WordCount вот но только несколько измененный значит на вход в Mapper поступает ID либо имя документа где встреча и собственно сам контент то есть какой-то текст значит мы проходим по тексту берем оттуда слова дергаем генерим пару собственно отношений слова и документ это у нас будет ключ значение единичка в редюсере соответственно считаем в общем-то уже TF то есть по сути количество вхождений данного слова в данный документ вот значит тут можем приметь комбайнер все как бы работает все просто второе что мы хотим посчитать это N напомню у нас является в каком количестве документов встречалось слово значит для этого мы берем output предыдущей задачи соответственно подаем его на вход маппера который на вход маппера задачи 2 вот а на выход генерим ключ в виде собственно самого слова а значение у нас будет такое составное то есть комплексное состоять опять же будет то есть мы просто сам документ переносим значение это собственно сделано для того чтобы сгруппировать по слову вот и в редюсере так сейчас еще раз да соответственно вот это вот это эти пары они будут уникальны потому что мы уже здесь униковали на предыдущей стадии по этому ключу поэтому тут униковать не нужно и здесь нам нужно будет в редюсере только посчитать собственно те единички которые пришли тем самым мы получим для вот этой уже уникованной пары word документ количество n то есть то количество документов которые в которых это слово встречалось ну ну и ну и заодно мы просто в качестве дополнительной полезной нагрузки передаем уже посчитанную тф для данного слова чтобы потом использовать поэтому просто ее добавляем в значение и на третьем этапе мы на самом деле тут еще можно ну в маппере мы просто берем собственно output со второй задачи соответственно выводим его а и сразу на самом деле да редюсер даже не требуется мы можем сразу посчитать тф идф вот н это ну значит константа то есть мы можем посчитать заранее каким-то образом сюда передать и в итоге все составляющие у нас есть то есть по сути мы в маппере сразу для данного для данной пары слово документ можем посчитать тф идф кстати где-нибудь уже использовали тф идф в этом курсе информационного поиска нет еще не было да ну да то есть там стандартное ранжирование которое можно сделать это по тф идф у которые такое так называем это текстовое ранжирование вот первый так сказать ранг который можно для этого использовать это вот это число вообще штука полезная много где используется если там дальше будете заниматься анализом текстов скорее всего вам придется с ним работать так ну и несколько слов о том насколько все это соответственно масштабируется тут в общем-то это такое вычисление тф и дф хороший пример того как какую-то такую глобальную задачу относительно непростую в рамках опять же большого количества документов и слов можно разбить на подзадачи то есть у нас будет три относительно простые задачи которые хорошо масштабируются мы нигде здесь например не храним ничего дополнительно в памяти и в общем-то плюс в том что то есть каждая задача делает то что должна как бы делать то есть свою какую-то небольшую работу вот и как бы глядя на этот пример то есть можно понять что в принципе многие какие-то такие похожие проблемы казалось бы которые сразу сложно решить на мапридьюс и на самом деле дробя на какие-то такие подзадачи разбивая можно решить опять же используем апридьюс даже казалось бы работая с такой сложной структурой данных как граф также можно в общем-то используем апридьюс работать с графом об этом поговорим на следующей лекции единственное что как вы наверное уже заметили во многих подходах приемах альтернативным каким-то решением было использовать опять же дополнительную память в виде некого ассоциативного массива словаря для того чтобы хранить промежуточные данные чтобы их агрегировать то есть если мы используем такой подход обязательно следует всегда предварительно прикидывать сколько данных там будет размещаться хватит ли у нас памяти потому что работая опять же с большим объемом данных не всегда как бы сразу очевидно что на самом деле оперативной памяти это в общем-то немного то есть тут стоит может быть применять какие-то более техники опять же сжатие данных хранить не все а только частично каким-то образом уменьшить объем используем может быть более какие-то простые типы для хранения в итоге в какие то есть опять же следя за объемом памяти всегда как бы можно использовать дополнительную память и в общем-то это тоже как бы есть свой профит именно с точки зрения оптимизации там например того же трафика то есть не использовать комбайнеры а хранить что-то в памяти это тоже плюс так ну и наверное на этом а кстати забыл сказать про то что рекомендую почитать значит собственно по работе с текстом вернее по различным подходам смопредюс как бы можно почитать книжечки которые я уже раньше рекомендовал она бесплатная то есть ее можно скачать есть отдельная глава там в общем-то различные подходы приводятся и очень хорошая статья есть опять же на этот счет по этой ссылке тоже можно прочитать правда все это на английском вот тогда если опять же есть какие-то вопросы по домашнему заданию которые есть задавайте не знаю там если нет тогда на сегодня лекция закончена до сих пор